почему химера это чудовище нашего неопределенного века всякий раз когда человеческий мир попадает в виду наше воображение обращается к этому существу гибридному зверю который не поддается простому пониманию однажды октябрьском утром археологическом музее неаполя в италии я бродил по залам которую хранится коллекция великой греции когда меня заворожила фигура химеры на греческой а пулиский кратер маска известны также как персидский кратер ваза греческая керамика всегда доставляла мне неприятности почему монохромная палитра ржавчины на замазанном черном-белом лихорадочные многоярусные сцены один регистр перетекает другой криволинейная поверхность ловит яркий музейный свет во всех неправильных местах но в то утро я обнаружил что не могу отвести взгляд от существа описанного те агонии гисиода как дышащие непобедимым огнем ужасными огромным быстроногими могущественным феймера подобно гаргонии или греческому свинцу и в отличие от своего египетского аналога который является мужчиной и доброжелатель эта женщина монастырь смесь ужаса мы встречаем его сначала в илиаде гомера а затем снова и не иди виргилия и он появляется у двери аида вместе с горгонами кентаврами и гарпи у него было три головы говорит нам и всего одна у льва с горящими глазами другая у козы и еще у змеи могучего дракона на персидской вазе белируфон который принадлежит как пишет сравнительный мифолог каролина лопес-руиз в богах героях и монстрах группе героев сражающихся с монстрами до троянской войны парил над этой довольно милое изображение химеры верхом на крылатом коне пегаси готовым убить ее царь и аббат излики его анатолий чью сельскую местность запустошала химера приказал ему убить зверя но как это типично для греческого мифа убийство монстра белируфонта начало с непрошенной романтической связи с дочерью другого царя про это сатиринского на пелопу нас в рассказе белира фонда пишет лопес-руиз отмечая что эта история позже стала ассоциироваться с убийством медузы персеем мы находим мифические закономерности знакомые по другим ранним героическим мифом также как покушение короля на жизнь героя навязыванием невыполнимых задач которую он превосходит и ложными обвинениями обиженного женского персонажа которого герой отверг аргентинский писатель хорхе луис борхес отмечает своей книги воображаемых существ повторяя эту идею о химере чье имя вероятно происходит от одноименного вулкана как о метафоре задачи или сущности лежащий за пределами человеческого понимания переводе эндрю херли бессвязная форма исчезает и слово остается означать невозможно у этой неаполитанской комнате надев на туфли чехлы для зашиты мозаичных полов я был поражен нашей постоянной потребностью химера которые появляются на бесчисленных киликах кратерах и по рельефах древности химера перешла в наш лексикон став сокращением для всего иллюзорного ротекстного чудесного и недосягаемого трехсторонним мостом между человеческим божественными преисподними мутанты монстры фантастические звери все они были охвачены идеях и мер они появляются культуре за культурой эпоху за эпоху трудно переоценить живучесть этого мотива от уж его не японцев в к демона скраба подобным телом и бивнями до смерти пугающими рыбаков до соблазнительных полу птицки нарии южной и юго-восточной азии и доката глипона в эфиопии имеющих тело бизона и со свиной головой и которые появляются произведения плиния старшего обладающие смертным взором все кто увидит его глаза тот час умирают нас преследовали эти гибриды иногда как пуэр туриканские чупакабры поедающие коз они становятся кошмарами других случаях подобно человеку льву нарисинки у индусов они появляются как наши спасители часто мы находим их вне рамок официальной религии особенно авраамических верования однако это ничуть не уменьшает их то тематическую власть над нами который является выражением неоспоримой атавистической природы веры даже сейчас когда разуме наука замыкают круг вокруг нашей наследственной способности к мифами магии наш аппетит химерным существам остается неизменным вспомните сладкоежку который гибрид полу оленя полу человека борется за выживание в мире охваченном таинственным вирусом уничтожающим людей и производящим гибриды животных или исландский фильм ягненок которым сельская пара выращивает новорожденного на половину овцу как своего собственного пока его таинственный и ужасающий прародитель не вернется чтобы объявить его своим в каждом из них появления химера осуществляется как бич обвинение мира людей они возвращаются как эманации наших надежд и страха часто во время большой неопределенности эти страшные гибриды будто минотавры в греции или серпу парты чемодан означающий именно то на что это похоже древнем египте неизменно вынуждены договариваться о гнусном двоечном коде либо они представляют собой кристаллизацию нашего коллективного террора и потому должны быть уничтожены и чистые намерения в конечном счете представлены монстрами пишет психолог фрейдист пауль дили символизме в греческой мифологии против которых человека герой должен бороться или они пришли из какого-то другого мира чтобы защитить нас часто от нас самих их присутствие драматизирует двойственные энергии на которые опираются все творения в искусстве жизни аполоническую идионисийскую иния форму и сушность тезис и антитезис вместо американском мифе древние чудовище цепактли наполовину крокодил наполовину рыба или жаба плавает первобытных водах подобно остаточной индуистской змеи щи шанага если земле суждено родиться чепактли должен умереть на нынешней выставке нью-йоркском метрополитен музеи жизнь богов божественность искусстве мая написанная стиле называемым кодексом засходства с манускриптами мая изображает дождь бог чах середине танца присутствие божества детеныша ягуара и скелетного бога смерти размахивающего топором и ручным камнем этот танец кажется по существу творческим как пахтание молочного океана у индуса когда толчки и притяжение демонов и богов против тела змеи обвивающих горло мандара порождают эликсиры и чудеса такие как луна и ган здесь представлено непростое торжество добра над злом а скорее объединение обеих этих энергий в единый цикл от которого зависит выживание вселенной цикл творения и распада какова работа цивилизации риторически спрашивает критик эдвард рудштейн рецензируя выставку метрополитена когда она сталкивается с такими божествами их нужно умиротворять и ухаживать за ними чтобы они поддерживали сезонное возрождение жизни словаре утверждается что химера строго биологическом смысле это организм содержащий смесь генетически разных тканей образованных в результате таких процессов как слияние ранних эмбрионов прививка или мутация химера похожие на козла искусстве это представление о чем-то что частично знакомо частично чуждо частично мы частично другое приобретает еще одну фигуративную силу эти химера подобные творения пишет антрополог аллен роберт животных в африканском искусстве цитируя своего коллегу паулу бен амас особенно определяет существенное человечество через установление внешних границ не человеческих или не цивилизованных а также более чем человеческое или сверхъестественное химера подобно образу афродиты выброшенной из моря греческое слово афраз означает пена одна из тех форм которые рождаются на внешних границах нашего коллективного воображения она таинственным образом входит мир людей но однажды появившись становится чем-то против чего мы обнаруживаем нашу человечность мы либо пропитываем его настроением второго пришествия яйца и какой грубый зверь наконец пробил свой час склоняется к вифрейму чтобы родиться или приветствовать его присутствие все они были существами защитниками пишет французский египтолог дмитрий микс окрылата жирафов и серпопардах долины нила в книге древние боги говорят должны были отпугивать своим странным видом любые злобные существа они были созданы для зашиты плодородного цивилизованного египта от темных сил варварства и магии извне представление ахимере как о бескупительной природе посланной мир после того как люди потерпели неудачу ближе к тому с чем я вырос в индии в той стране где мифы доходят до нас в виде сказок на ночь я до сих пор помню как трепетал когда бабка рассказывала мне об ужасном даре дарованном царю демона хирань якшапье богом творцом брахмой неизменный источник опрометчивых благ его не мог убить ни человек не зверь и бог не днем не ночью ни на улице не в помещении и на земле не в воздухе и все же грядет неприступный день грядет его созданный на заказ немезида на рассимх ни человек не зверь вырывается из столба сумы человек лев держит хирань якшиапу подвещенном на пороге двери то есть ни внутри ни снаружи в эфире когда он разрывает его живот когтями нейтрализуя каждую защиту своего блага и избавляя мир от своего грязного присутствия помимо на рассимхи все мои самые ранние ассоциации с индуистскими химерическими существами будь то ганеша сын шивы и устранитель препятствий или гару да на половину птицы на половину человекообразный скакон вишну по существу положительный природный мир в индуистской концепции это не то что нужно приучить или покорить а скорее то к чему нужно обращаться когда люди превращают вещи в мешанин есть много случаев когда боги и герои убивали демонов но демоны не были более демоническими из-за того что обладали животными чертами на рассимха по сути является воплощением бога хранителя вишну его аватара санкритское слово происходящее от глагола нисходить он представляет собой среднюю точку между различными животными формами вишну его человеческими воплощение он внушает страх но это святой страх его химерической внешности нет ничего грунтексного он не минотар каргона или дракон и здесь есть интересное различие между востоками запада проведенной никем иным как борхеса лун китайский дракон пишет он книги воображаемых существ является одним из четырех волшебных животных остальные единорог феникс и черепах дракон западного мира ужасен лучшем случае смешон худшим лун китайской традиции обладает божественностью и подобен ангелу который также является львом почти идентичное описание можно применить на рассимхе который не просто обладает божественностью но и божественнее он приходит и мир чтобы убивать а не быть убит трудно представить чтобы современный индийский психоаналитик скажем суд хит как а превратил его в объект отвращения или извращения как это дело идильской меры миф не мог бы дать более ясного выражения пишет он психологической реальности трех форм и маги нативного извращения че славия духовного извращения представленного змеи сексуальными извращениями изображенными козой и социальное извращение с его тенденция господству символизируемое любом мифы когда они хороши никогда не статичны они стоят творческом отношении каждому новому время этот потенциал возможно и отличает их от простой фантазии последняя представляет собой расцвет воображения часто индивидуального воображения первое рождается из коллективного воображения и запрограммирована на возрождение каждый раз когда кажется что мир соскальзывает со своей оси обнажает то что кажется глубоким одиночеством человека химера возвращается напоминая нам что наше управление планеты которое было предоставлено нам случайно или намеренно находится в опасности фигура чумного доктора с вороньем клювом которая была популяризирована середине 16 века итальянской театральной комедии дель арте пронизано чем-то вроде затянувшегося ужаса оставленного пост средневековой европе черной смерти атомный век японии вдохновил множество мутантов олицетворяющих страх гарантированного взаимного уничтожения из которых годзилла относящийся категории каидзю или странных зверей является лишь наиболее опытным путешественником химера как пишет день воплощает себе некую опасность виде случайно встреченного чудовища того химерического врага которого каждый человек тайно носит себе чудовище пожирающие в западной концепции химера заново знакомит нас обоюдо острым мечом того что значит быть человеком быть одновременно великолепным способным гениальности и шедрости и неизбежно если не безнадежно пороком жадностью и саморазрушением в нас как будто они вторая натура два случая недавно культуре отражают неопределенность нашего настоящего момента заставляя нас пересмотреть местонахождение химерического врага первое следующее за борхесом это появление дракона сериале hbo игра престолов его приквели дом дракона чтобы увидеть фетишизацию дракона в этих шоу либо как эмблему королевской власти драконы будут править семью королевствами в течение следующих столет так же как они управляли последний говорит стареющий король визерис в доме дракона или как высший признак доблести и силы это мир далекий от того как борхес побуждает нас думать о драконах западного воображения сын визериса и ему от мечтает о собственном драконе приручение им хагара одного из самых крупных и могущественных драконов представляет собой одну из самых захватывающих цен шоу здесь драконы ужас но хорошем смысле уж точно не смешные они олицетворяют мистическую связь между человеками зверем а также царскую власть и и геральдический символ эти драконы не ждут убийцу людей самоуверенного воплощения святого георгия на самом деле они гораздо ближе к тому как борхес описывает место дракона в китайском мифе на протяжении сотен лет дракон был символом империи трон императора назывался драконьем трона моего лицо драконьи млика во вселенной игры престолов люди монстры а монстры могут быть искупительными химерический враг прочно сидит внутри человечества не как абстракция человеческой природы а в реальной человеческой форме белые ходоки стремящиеся уничтожить человеческую расу как сообщает вики шоу является гуманоидами древней расой бывших человеческих ледяных существ что подводит меня к еще одному поворотному моменту на телевидении в течение многих лет когда мы смотрели сериал очень странные дела вы считали его главным противником к интенсенсии монстр почти пародию на 1980-е годы не просто существо с чешуей и клыками но и совершенно не связанное с нашим опытом это было рептильное бесчувственное чудовище коль риджа без причинной золу его нужно было победить потому что его нельзя было ни понять не объяснить мы не несли никакой ответственности за его появление и между нами и ним не было соединительной ткани таким образом это было простое повторение западных и меры нам нужно было просто убить его чтобы спасти себя как святой георгий убил дракона восстановив наше библейское господство над всем живым существом на земле открытие в этом последнем сезоне этого противника в веке не только человека но и лабораторного объекта звезды шоу 11 посланного ее перевернутое зловещие альтернативное измерение который существует параллельно нашему собственному где постепенно он стал век представляет собой глубокую перестановку химерического врага его не нужно вымывать из традиционного мифа с помощью опыта фрейдийского психолога читающего между струм это мы родные и близкие рожденные человеческими несчастьями убить его значит не подтвердить свое господство над землей а скорее распознать и убить деструктивный аспект нашей собственной природы почему все это имеет значение одно слово климат с момента нашего изгнания из эдемского сада мы как раз они чувствовали себя столь виноватыми как сегодня и никогда еще не было времени когда связь между нашей ненасытностью и нашим нынешним несчастьем было бы столь ясно вина как и грех это дрожжи превращающие наши страхи и тревоги в чудовище поэтому вполне естественно что в эпоху крайней вины когда мы очень ощутимо чувствуем что подвели саму землю химерический враг должен быть слишком человечным в то утро в неаполе я уловил танцующей фигуре химеры отголосок не столько миллинаритского христианья наедца сколько чего-то более близкого к земным религия моей голове всплыл знаменитый стих из пхагавадгиты всякий раз когда происходит упадок в дхарме я перефразирую кришну разговаривающего с эпическим героем арджуном и последующий всплеск от хором я произношу в себе чтобы восстановить дхарму и освободить справедливое уничтоживание справедливое я появляюсь эпоху за эпоху дхарма одно из великих непереводимых индийских слов может означать долг религию или призвание но в основе своей это долг перед самим собой перед своей природой дхарма огня быть горячим а воды охлаждая когда мир дина турировал он созрел для нового аватара вишну у нас пока девять на рассимха был четвертым кришна восьмым когда последние калки верхом на белом коне придет он положит конец нынешнему веку неправедности от харме это обещание вернуться в моменты когда само наше существование кажется хрупким также лежит в основе идеи химеры это выражение нашей двойственной природы как вида то как стражи мира то как его смертельных врагов пожираемых живуши внутри чудовищем невежество